Доброе утро, девочки, мальчики. Сейчас заведу тесто заварное. На манты. Саша у меня ушел на автобус в Пермь, поехал. Найда забегала тут, запереживала, куда Саша. Я говорю, потом пойдем гулять с тобой. Жди. Так, вот это даже мне, я думаю, лишковато. Сейчас. 570 грамм муки. Вода греется. Я уже приспособилась и знаю, нормально получается тесто. Так, соль. Чайная ложечка, можно сказать. Так, яйцо. И растительное масло. Яйцо. Я раньше 3 делала, сейчас я делаю 1, 2, 3, 4, 5. Мне тогда написали. И да, побольше масла оно лучше. Сейчас так все размешаю, потому что кипяток буду наливать. И это мука у меня на 300 миллилитров воды. Все. Это сюда. Это убираю. Это сейчас ставлю сюда. Так, это включаю. Так. Это, это не вижу. Так. Так. Вот это 300 миллилитров у меня. Так, наливаем. И сейчас сразу выливаю и включаю. Вот так вот. Выливаю и включаю. Будем замешивать. Все. Так. Тесто готово. Сейчас я его положу на столе, пусть оно маленечко остынет. Подмешу. Чуть-чуть. Просто. И все. Вот такое тесто. Так, оно у меня сейчас пусть. А так. Ждем. Видите. Что, ушел Саша, да? Пойдем гулять? Пойдем попозже. Попозже пойдем. Еще рано. Да. Да, да, да. Попозже. Попозже, моя хорошая. Так, вот тесто у меня. Замочила. Пока. Парш, как всегда, у меня тот. Покупной. 700 грамм у меня здесь. Я сделаю. Добавлю сейчас зажарки. Сюда. И поделю. Картошка у меня уже кубиком порезана. Нам с Мишей сделаю манты. А Саше сделаю и эфтильки. Так. Рис у меня тоже отварной есть. Как-то так. Вот так. Это недостаточно. Вот вчера я зажарочку свежую сделала. Свежую зажарочку сделала. Удобно. Не надо каждый раз натирать. Зажаривать. Мне, в принципе, на неделю хватает. Смотря, что готовлю. Так, что я хотела. А. Поперчим, конечно. Поперчим. И посолю. Если что. Может быть, добавлю водички. И сейчас хорошенечко. Вымешаем. Хорошо, хорошо. Вымешаем. Надо сделать колбасу. Колбасу сделать, знаете, как, типа не набивать в эти в кишки. Просто завернуть можно в руках для запекания. Такую сделать широкенькую. Сделаю на днях, если что. Давно собираюсь. Все. Что-нибудь для чего-нибудь не получается. Ну, что, у нас выпал снег лежит. Ну, минус один показываю. Ладно, хоть, как бы сильных морозов нет. У меня же там уже в теплице ну, укрыто все. Да, маленько водички добавлю холодной. Так вот. Ветер, снег, зима пришла. Ну, я смотрю видео у многих у многих такая погода нынше. Солнца мало. Вообще. Все. Потом поделю. В одну добавлю картошечку, в другую добавлю рис. А с рисом я наверное макароны ой, это с тельками макароны отварю. Смотрите, как еще надо разводить. Очень хорошо разводится очень хороший этот фарш. Хоть многие там мне пишут, хают, 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 хают. Ну, дело каждого свое. Кто, что, как привык. я уже говорила, купила я один раз мясо. Мне надо было фарш, фарша вот этого не было. Купила я мясо в магните. перекрутила и фарш у меня я даже не могла сформировать котлеты. Такой фарш получился у меня. Такое вот мясо. Так что я не буду спорить, если, конечно, мясо покупаешь с рук. Вот я знаю, что вот здесь у меня держат корову, я пойду куплю. И не буду я даже ничего никому девочке доказывать, потому что я тоже жизнь прожила и я покупаю мясо и молоко и у нас приезжают, привозят молоко коровье. Я вам скажу. Я вам скажу. Всё там снято в этом молоке. Я тогда купила, у меня даже есть видео. По-моему, три полторашки думаю, я сама сметану сделаю, творог сделаю. А не с чего там было делать. Там всё снято. Так что не надо со мной мне писать, как будто я первый день на свет родилась. Так что каждому своё. Правильно? Правильно. Вот я если договорилась бы вот с кем-нибудь, ну сейчас вообще мало коров, вряд ли договоришься. Вот. Ну, в ауле у нас там свои домат частники. я бы брала молочко там, ну посмотрела бы, конечно, взяла бы, попробовала, понравилось бы, если там оно должно отстояться. У меня сестра держала корову всю жизнь старшая. Там сливок полбанки, ложка стоит. Вот это да. Вот это я даже, что тут скажешь, и мясо. А что продают? Вот у нас приезжает своё мясо в два раза дороже. В два раза дороже? И вы думаете, вам вот закололи для себя, как для себя выкормили и вам привезли. Так же скупили в этом же светофоре и здесь вам продают. Так что я даже вот даже доказывать ничего не буду. А у меня пакетики. так что девчонки, я понимаю, сам выкормил. Да, это твоё. Или ты знаешь человека, который вот кормит для себя молочком. Вот, да. А что сейчас эти приезжают на этих рынках? Всё уже понятно давно. Да, Найдя? Да. так что девочки, ну, как привык. Вот и всё. Мне посоветовали на голову одеть. Сейчас на голову одену. Ну-ка, как? Всё. Вот так. Вот так, девочки. в принципе, иногда можно не одеть, если уж. Вот. Всё, убираю в холодильник. и так, это на голову у меня одето. Сюда. Удобное. Удобное. Так, тесто я сейчас тоже убираю в пакет. Пакетик убираю. в холодильник пока. Чуть попозже буду спряпать. Вот такое вот хорошее тесто. А то у меня там красавица. Я уж даже не произношу, она ведь понимает всё. Что? Сейчас соскочит сразу. Так, что ещё, девочки? Ну, чувствуете мне полегче. Я бодрее стала, полегче. Кашель есть ещё, есть кашель, но слава, слава Богу. Девочки, вам не болейте, не простывайте, берегите себя, мои хорошие. Вот вы знаете, ведь чуть себя не чувствую, что вот я говорю, ну, нету трудоспособности. Всё, ничего не надо. Ничего не надо. ни цветы, вообще ничего, сами знаете. Так что нам надо жить, радоваться жизни, беречь себя. Не для себя, но для других. Надо беречь себя для своих родных. Вот. девочки, вы видите, что у нас творится? Вот так вот. Ну, тепло, тепло. Пошла гулять. вот так вот, девочки. Я вам сейчас расскажу, потом зайдём в подъезд, покажу. Напротив, соседка у нас, но она инвалид. Лида. Я тогда как-то говорила про неё. В общем, видимо, вчера дочка, смотрю, приходит с ребёночком, вызвала МЧС, вскрывали дверь. Ой, мы сначала подумали, неужто умерла? Нет, слава богу, но не смогла встать. видимо, с дочкой-то созванивалась и встать вообще не смогла. То ли ноги, что, в общем, открыли, всё там выпилили. Сейчас вот заплату там поставили. Потом скорая приехала. Ну, я думаю, что забрали в больницу. Вот. Снег сырой, снег сырой, тепло. Ну, Саша, наверное, вечером-то приедет. Надеюсь. вот девочки, детский сад, куда у меня ходили внуки. Чего? Вот, он большой. А вон наш дом. Вот наш дом. Вот. Ну, что? Что, Найда? А? Там уже чистят повсюю, дворники. Вот, видите, девочки? Врезали. Так, девчонки, заканчиваю стряпать уже. Последний фарш, последнее тесто. Сделала я весь фарш. Вот. Не стала, тевтели не стала делать. Если что, у нас есть тушенка. Рожки с тушенкой сделаем. Посмотрим. Саша целый день не будет. А завтра сделаю тевтельки. У меня фарш есть еще. Так что, две досочки уже я настряпала. Мантышницу поставила уже на огонь. и все. Скоро Миша придется в школу. Сварим мантов, поедим. У нас, конечно, хмура, прихмура. все. Девчонки, мантов наелись. Слава Богу. Девочки, читала комментарии. Ну, может, меня не так поняли. У нас тоже садят, сажают, как правильно, деревья. но на дачах, на дачах, там, не знаю, я вот ни у кого не видела деревьев. У нас вот именно чисто огороды. Вот. Вишня у меня была. Ну, что там? Мы ее спилили. Нынче я посажу вишенку, посажу чернослив, тернослив у меня молоденький растет. Вот еще яблоньку, да. Ну, не было ягод толком. Понимаете? То зимой обгрызут, у нас лес рядом, то еще что-нибудь, то не прирастает, то погибает. Это легко сказать. Надо вырастить, и что плодоносило. Вот. А так у нас тоже все растет. У меня и крыжовник, и черная смородина, и малина, и красная смородина, и виноград сидит. Третий год нынче будет. Посмотрим, что даст. Так что это я не говорю, что у нас вообще не садят. Все тоже садят. И арбузы, и виноград кто-то садит. Кто-то что-то у нас как говорится, у кого-то получается, у кого-то нет. нет. Вот я в смысле имею, я в смысле говорю, что у нас на дачах, на дачах у нас больше огороды. Я не не знаю. Вот сколько я хожу, чтобы там яблоки, груши у кого-то. Ну, конечно, там есть заборы, может быть, я и не вижу, и не знаю. А так садят, почему нет? У меня у сестры в лысьве и вишня, и вот они третью яблоньку посадили. Одна у них погибла. Вот. В паши у сестры тоже. А, облепиху, облепиху нынче посажу. Вот. Как говорится, у меня, например, Саша за каждый кусочек, чтобы больше картошки посадить. Вот так. Он сказал, убирай свои, выкидывай свои цветы и сади деревья. А где картошка, я тебе не дам. Вот и все. Так что. Ну, я нынче тоже буду убавлять. Капусту не буду садить. Вот именно капуста она. И в Африке капуста вилок-2 можно купить. Тем более, мне старшая дочка дает. Буду убавлять. За всем уход нужен. Так что вот. А деревья я тоже нынче хочу насадить. Ну, что вырастет, то вырастет. Да. Будем пробовать. Вишенку я нынче посажу. Облепиху посажу. Вот. Ну, вот яблонька еще одна. И... А там видно будет груша. Не знаю. Тоже вот насчет груш. Кого не спрошу, говорит, ерунда. Не садите. Никакие они невкусные. Ничего. Так вот, не знаю. Не знаю. Ничего не могу. У сестер тоже груш пока нету. И еще девочки тоже. Я, конечно, не знаю. Тоже ведь и на рынках обманывают. Не знаем, что нам продают. Так? Так. Пересортица бывает. А так, конечно, очень даже хорошо. Да. Я вот тоже об этом подумала уже. Думаю. Не такие уж овощи дорогие можем купить. А сад хорошо. Пусть растет, конечно. Будем садить. Пусть растет. Вот. Посоветуйте, какую грушу мне купить. Одну или две надо читать. Я пока как бы ну такими плодовыми деревьями очень-то не интересовалась. Ладно, девчонки, буду заканчивать это видео. У меня Саша уже едет домой. Я открыла тушеночку, макароны отварила. Вот такая тушенка. Вот она. Сейчас заправлю макарошки. А у нас манты еще еще есть манты и отварные и замороженные. Если что, мантышница стоит. Надо будет, мыши, отварю. На сегодня все, хватит. Снег-то как бы на дорогах-то растаял, а так-то лежит. Ну, показывает три градуса тепло. Тепло. Я ходила с Найдой еще раз гулять. Вот, тепло на улице. Ну, а завтра посмотрим, будет день и посмотрим, что будем делать, чем заниматься. Загадывать ничего не будем. Как говорится, прожили день и слава Богу. Так что всем пока-пока, девчонки. Девчонки, мальчишки, если меня смотрят, всем огромное спасибо за хорошие, добрые комментарии. желаю вам крепкого здоровья. Самое главное и мирного неба. Вот. Так что всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok